Геннадий Лист Геннадий, приветствую, очень рада, что ты снова в нашей студии. Здравствуй, Марина. Мы в преддверии очередного юбилейного фестиваля сегодня встретились. Уже в десятый раз пройдет фестиваль. Давай расскажем нашим телезрителям о том, что ждет тех, кто придет. Да, да, да. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем доброго времени суток. Всех тех, кто с нас сегодня смотрит. Да, десятый фестиваль, Марина. Десятый фестиваль. Время, конечно, пролетело просто незаметно. Даже, честно говоря, и не верится. Ну, что хочется сказать. Ну, фестиваль, конечно же, по-нашему, так скажем, не то чтобы обычаю, а пройдет он у нас в том месте, где мы его в последнее время проводим. Это Дип-клаб, знаете, да, где он находится. Вот все наверняка знают. У нас очень много поклонников, те, которые ежегодно приходят на наш фестиваль или даже приезжают из других городов, и даже из-за границы приезжают. Вот так у нас, слава богу, поклонников сейчас достаточно. Вот. Ну, что сказать. Фестиваль пройдет в том же самом ключе. Это конкурсная программа, это галоконцерт. Конечно же, банкет обязательно будет. Вот. Ну, и на другой день у нас всегда в рамках фестиваля экскурсия на родину нашего замечательного поэта Сергея Есенина. Каждый год это настоящий праздник. Вот сколько наблюдаю за твоим фестивалем, участников количество все растет и растет. В этом году сохраняется тенденция? Это действительно так. В этом году очень много участников. Все приехали из разных точек России. Но, к сожалению, сейчас из-за рубежа, вы знаете, что приехать довольно-таки сложно в связи, так сказать, с последними событиями. Вот. Да, у нас большой фестиваль, и уже как бы заявки даже прекращены на сегодняшний день, потому что уже достаточное количество народа. Помимо того, что фестиваль – это всегда большой праздник, особенно для рязанцев, для зрителей, которые любят хорошую музыку действительно, это еще и возможность для разных талантливых людей показать себя. Да, вот сколько звездочек зажглось на ваших фестивалях, на фестивалях, организованных тобой. Да, действительно, это, конечно, уже отдельная тема. Тема продюсирования наших артистов. Да, кстати, ты же знаешь, у нас еще и продюсерский центр, который называется «Талант Парк». Кстати, с его помощью, в общем-то, с его поддержкой, вернее, и проходит, так скажем, наши фестивали. Да, уже многие ушли в свободное плавание, вот сейчас успешно гастролируют по нашей стране, и только, и не только по нашей стране, как бы частенько выезжали, и за рубеж. Ну, это, конечно, отдельная тема. Я так думаю, что можно даже об этом поговорить в какой-то нашей следующей передаче. А вообще достаточно людей. А вообще на фестивалях у нас, ну, образовываются такие какие-то совместные проекты. Это каждый раз, да, потому что люди приезжают со всей России, знакомятся, находят друг друга. Вот, даже объединяются в супружеские пары. Было и такое. Вот, так что после фестиваля я скажу так, что разговоров на целый год. А я малобюджетный гражданин, но ласка не обижен. Поэтому один, пока один, и коротко подстрижен. Ну, еще бы, непрекращающиеся и творческие процессы, и к следующему фестивалю уже, я тоже думаю, начинают готовиться заранее. Еще ты председатель жюри, так как конкурсная основа у фестиваля. Какие критерии будут оценки? Вот, что нужно сделать, чтобы стать лауреатом? Не только лауреатом, но и победителем, конечно. Вот у нас пять призовых мест. Это, естественно, гран-при. Это первое, второе, третье место. И приз зрительских симпатий. Ну, оценивается вообще у нас по десятибальной шкале. В жюри, вот, как бы нету каких-то особых критериев. Просто жюри смотрит на исполнителя и понимает. Ну, все жюри все-таки профессионалы, да? Ну, вот, конечно же, оценивается его вокальные данные. Там творческая такая жилка, как, например, поэтическая, как музыкальная, как сцена движения. Обязательно, да? То есть это все есть. Ну, жюри у нас, конечно же, лояльны. Мы все хорошо понимаем, что все люди приехали и волнуются. Может быть, они где-то в другом месте, они как-то немножечко и иначе бы выступили. Но здесь все-таки, ну, сами понимаете, волнение есть волнение. Ты сам тоже выступаешь, сам музыкант, естественно, услышит и конкурсанты, и зрители твое выступление. Обязательно, обязательно. У нас, кстати, и все жюри поющие, и я на каждом галоконцерте тоже пою несколько песен для наших гостей. Что-то особенно готовишь к юбилею? Да, это сюрприз, конечно. Ну, что-нибудь еще из старенького тоже повторим, потому что мои старые песни тоже полюбились людям. В целом, это юбилейные фестивали, и наверняка вообще программа будет немножечко отличаться. Какие-то, может быть, интриги создадим для зрителей? Обязательно. Обязательно. Ну, нет, ну, конечно, не хотелось бы об этом сейчас говорить, иначе интрига станет не интригой. Ну так, за травочку. За травочку. Ну, конечно же, будут гости, которых мы не упомянули в афише. Вот. И я думаю, что это будут приятные гости всем. В любом случае стоит прийти и увидеть собственными глазами, а также услышать. Обязательно стоит прийти, еще раз хочу повториться, что фестиваль пройдет 9 июня в Дип-клабе, это Площадь Победы, проезд за Враженово, дом 4. Начало фестиваля в 11 часов, это будет конкурсная программа. На нее могут прийти, ну, как бы любой желающий, но предварительно позвонить там по указанному телефону и себе местечко забронировать. Вот. Что касается гала-концерта, это уже отдельная тема. Во второй день он будет как раз? Нет, нет, именно в этот же самый день будет гала-концерт, но уже попозже, где-то в 19.30 он начнется. Сто дорог нехоженых, судят сто непрожитых, а земля все крутится, и нам снят о пути. Все, что в жизни сбудется, сердцу мне забудется, а для сердца главное любовь свою найти. При этом, как мы знаем, век у нас современной информационных технологий, обилие разной информации, и возникают очень много некачественных аналогов. Вот и тебя, знаю, не избежала эта участь. Есть некие так называемые, ну, конкурентами, наверное, это не назвать, но есть те, кто пытается скопировать или сделать что-то аналогичное. Я понимаю, Марина, о чем ты говоришь. Наверняка ты тоже в социальных сетях присутствуешь, видишь там некие страсти разгораются вокруг, так скажем, нашего продюсерского центра «Талант Парк». Ну, конкуренция, конкуренция, да, если она здорова, если она добросовестная конкуренция, конечно же, она только на пользу людям, на пользу самим конкурентам, да, поскольку она заставляет делать качественнее продукты и так далее. Ну, когда конкуренция носит неправильный характер, ну, по-русски говоря, даже не хочется назвать такое слово, как пакостничество, да, то это, конечно же, не конкуренция, естественно. Когда начинают пользоваться твоим именем, когда делают название своей программы созвучно с твоим, когда организовывается аналогичное мероприятие в тот же самый день, когда делаешь его ты, ну, какая же это конкуренция? Как там есть такой сленг русский «закосить под другого», да? Ну, вот это что-то такое из этой области, в надежде на то, что кто-то их перепутает с нами. Ну, больше мне сказать, собственно говоря, даже и нечего. С плагиатом, к сожалению, так или иначе сталкиваются многие талантливые великие люди, поэтому те, кто обладает хорошим художественным вкусом, я думаю, отличает оригинал от подделки, поэтому… Пускай, конечно. Мы вот, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, тоже этого не избежали, но удачи им пожелаем, наверное, пускай они работают. Это лишь подтверждение того, что вы впереди. Хотелось еще все равно о твоем личном творчестве поговорить. Занимаешься и продюсерской деятельностью, и организацией различных мероприятий, и в то же время пишешь, исполняешь собственные песни. Откуда такой неисчерпаемый источник энергии и вдохновения? То есть, как удается все это совмещать? Ну вот, откуда все это черпается? Я думаю, что если сейчас этот вопрос задать творческому человеку, кто пишет, кто поет, кто сочиняет, я думаю, что вряд ли он ответит на этот вопрос. Я на нее ответить не могу. Это вот, знаете, какая-то птичка прилетает, понимаете, вот, которую нужно сразу быстренько поймать и там записать, да? Вот, как сказал один очень известный человек, говорит, а что, говорит, их песни писать-то? Говорит, они сами на тебя падают, только успевай записывать, да? Вот то же самое и здесь. Вот, что касается в целом и поэзии, тоже и песенного творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Есть ли какие-то яркие моменты из прошлых фестивалей, которые тебе лично запомнились больше всего и стали такими квизитные карточки этого фестиваля, то, что отличает его от других? Ну, знаете, к нам однажды, я уже, честно говоря, не помню, на какой фестиваль к нам попросился, ну, довольно-таки уже возрастного, так сказать, уже такого солидного возраста человек. Говорит, можно, говорит, мне, у вас поучаствовать на фестивале? Говорит, только мне, говорит, нет ничего, ни аранжировок, ничего. Я, говорит, просто играю на гитаре. Вот я уже не помню, сколько ему было лет, но уже такого солидного возраста. Причем нашел себе спонсоров. Он работал каким-то обыкновенным плотником, по-моему, где-то даже в Ивановской области. И вот он приехал с такой гитаркой уже, видо-видо повидавшей, такая гитарка вся. А вот он вышел, значит, там, на сцену, его даже посадили там на стульчик. И после того, когда он спел, встал весь зал. Он получил призрить симпатии, жюри просто все встали, аплодировали все стоя. Это было настолько трогательно. Я даже сам этого не ожидал, что просто какой-то человек уже такого, можно сказать, пожилого возраста, из глубинки приедет и вот так покажет себя. Вот, наверное, это очень ярко. Так что здесь необязательно готовить какие-то современные аранжировки, что-то там на этом зацикливаться. Вот человек просто взял с собой гитару, приехал и спел вот это все. Конечно, говорить о музыке можно бесконечно, но лучше прийти, увидеть и услышать. Поэтому можешь сейчас обратиться и пригласить наших телезрителей на фестиваль. Дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что 9 июня у нас пройдет 10-й юбилейный международный фестиваль Венеции. Шансона пройдет он в Дип-клабе, проезд «Завраженного-4», конкурсная программа начала в 11 часов, гала-концерт в 19.30. Номер телефона, по которому можно справиться о концерте, находится внизу, вы можете прочитать. Спасибо. Спасибо, Геннадий, что нашел в плотном графике время и пришел к нам. Я думаю, увидимся теперь на фестивале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова